Диспансеризация 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 инвалидизацию населения и снизить смертность от хронических неинфекционных заболеваний. Но, увы, далеко не каждый, насколько я понимаю, охотно рвется проходить, подчеркну, бесплатные анализы, бесплатное обследование. Как вы считаете, почему это происходит? Это неосведомленность населения? Либо, может быть, я ошибаюсь, может быть, сегодня уже многие приходят и проходят диспансеризацию? Диспансеризацию проходят, да, действительно многие, но все-таки мы можем предоставить услуги и диспансеризацию гораздо большему количеству людей, гораздо большему населению. И мы заинтересованы в том, чтобы человек знал о своем состоянии, здоровье. Большая часть людей, как выяснилось, просто не знают о том, что такое диспансеризация, путают это понятие с медкомиссией ежегодной, да, из самого распространенного. Многие считают, что если меня ничего не беспокоит, зачем вообще обращаться к медикам? Это какие-то стереотипы, связанные с предыдущими периодами жизни. В поликлинике, когда были очереди, когда это было очень даже некомфортно, неуютно, мы все понимаем, поэтому хотим рассказать, как сейчас. Сейчас это все очень удобно. Во-первых, поликлиника преобразилась. Конкретно в наших поликлиниках сделан ремонт, который, конечно, по-другому выставляет в своем новом свете. Уже более комфортные условия. То есть есть зоны ожидания для пациентов, где есть диванчики, где есть кулеры. Ожидать-то и не нужно очень много, потому что прием ведется по записи. Это касается не только диспансеризации, в принципе, всего приема в поликлинике. Конкретно для диспансеризации выделено отдельное время. То есть вы спокойно не в очереди с больными пациентами, а среди таких же людей, как вы, которые условно здоровы, сдаете кровь, среди таких же людей вы проходите маммографию, флюорографию, среди таких же людей, которые вы не боитесь, что вы, как многие думают, да я приду в поликлинику, я, наверное, заражусь простым или еще что-то. Нет, нет. Мы очень серьезно занимались этим вопросом. У нас был проект в прошлом году, да, бережливая поликлиника. Эти потоки очень хорошо распределены. И самое, что было основное в прошлом году, да, очень часто говорили люди, я работаю с понедельника по пятницу, я не могу вырваться. Вот просто никак. Мы пошли навстречу, да, и теперь у нас работает диспансеризация полностью вся в субботу. То есть придя в субботу, вы проходите все. Кровь, ЭКГ, женские гинекологические исследования, маммографию, флюорографию. И все это в пределах 20-30 минут. Все. А я хочу вот подчеркнуть, да, то, что все это бесплатно еще раз. Конечно. И сказать, Еленора, вы можете озвучить суммы, сколько эти анализы стоят, если вне диспансеризации их проходить? Ну, приблизительно. Если вне диспансеризации только по самой себестоимости, получается маммографическое исследование, просто, да, средний показатель, 1000 плюс-минус, да, где-то чуть подороже, где-то чуть поменьше. Биохимический анализ крови с двумя показателями тоже в среднем около 300-400 рублей. Флюорографическое исследование тоже стоит примерно где-то около 500 рублей. Ну, это я беру самый минимум, да, то есть у каждого это может разниться, но если сложить, да, вот так поэтапно каждую сумму. Гинекологический мазочек, пожалуйста, все знают в женских консультациях, если вы хотите платно сдать, сколько он стоит. И кал на скрытую кровь, который иммунохимическим методом. Вообще в частных центрах, я сама смотрела, прескуранты, они не менее 2,5 тысяч. То есть, а у нас это бесплатно. Причем эти методы... Читайте все вместе, да, если... Да, эти методы, в том числе хочу проговорить, который кал на скрытую кровь иммунохимическим методом. У нас в лаборатории аппарат, который закуплен, специальный, который выявляет вот это скрытое кровотечение. И в принципе у нас точно так же все делается бесплатно, как в платных клиниках. То есть нет разницы, что если вы пришли в бюджетное учреждение, и то есть надо соглашаться на то, как сделаны услуги. Нет, мы соответствуем. Какие именно болезни, например, данный анализ позволяет вывести? Я так понимаю, он достаточно серьезный. Да, вот этот кал на скрытые кровотечения, иммунохимический метод. Во-первых, его особенность, да, чтобы людям было более понятно. На скрытую кровь, которой не видно взгляда. Но даже не на саму кровь, а на элементы крови. Причем там еще позиции делятся на такие, как непонятный гемоглобин, трансферин. Если коротко говорить, это даже не сама кровь, а ее элементы, то есть отформенные. По показателям этим можно врачу идентифицировать. Это кровотечение в нижних отделах кишечника или в верхних. То есть это важно будет в дальнейшем для дообследования. То есть, да, какая методика будет выбрана врачом-специалистом, как проводить, как подготавливать пациента. И, к сожалению, очень часто бывает такого, что вот данное заболевание, оно не несет никаких симптомов, кроме как общая усталость, недомогание. Но с таким ритмом жизни, как у нас в Владивостоке, потом на это не жалуются, простите меня. Все это проглатывают, идут дальше на работу, выпил. Списывают на усталость банальную, да? Да, выпил чашку кофе и все. И обзаводятся в итоге серьезными заболеваниями, по факту. Да, да. А у вас часто вообще такие случаи бывают, что вот приходит человек, нехотя даже может быть, да, проходить обследование бесплатное, и вы выявляете какую-то болезнь в начальной стадии, когда ее можно вылечить. Часто ли сталкиваетесь с подобными ситуациями? Вы знаете, я приведу в пример одну историю, которая была показательна не только для меня, но и для всех моих близких. И, в принципе, стараюсь всех убеждать. Пациентка обратилась просто к терапевту в нашей поликлинике, не по диспансеризации, да, и была направлена к нам для того, чтобы пройти диспансеризацию, где был всего лишь один единственный анализ, кал на скрытую кровь. То, о котором мы вот как раз только что говорили. Очень долго мы уговаривали, а женщина говорила, нет, зачем мне это нужно? Ну, знаете, какая-то такая получилась конфликтная ситуация, где мы очень уговаривали. В итоге человек согласился. Взял и сказал, да-да-да, мы объяснили, как все правильно делать, и пропадает. Ну, то есть проходит несколько дней, неделя, две, а результата нет. Ну, думаю, мало ли что. Все это постоянно созванивался с пациентом, подключали участковую службу, в итоге, о, Боже, получилось, что человек встал. Он оказался положительным. И началась вторая эпопея. То есть мы человека уже вызванивали для того, чтобы обследовать. В итоге человек приходит через какой-то промежуток времени, достаточно немаленький, и выясняется, что пациент пошел и сделал контроль анализа иммунохимическим, другим, Григорь Сыном, общеизвестным, который без правильного соблюдения подготовки в виде исключения в диете очень-очень многих позиций бывает и ложным положителем, и ложным отрицателем. И человек пришел подписывать отказ от дообследования. В очередной раз мы настояли, мы объяснили прям по полочкам, по каждой позиции, почему не надо перепроверять, почему единожды положительный кал иммунохимическим методом должен быть более глубоко дообследован. Все, согласился человек, мы счастливы, ура, убедились. В итоге человека дообследовали, выявили полипы множественные, кровоточащие. Как известно, полип — это бомба замедленного действия. То есть в любой момент она может переродиться. Но это вот конкретно по этому случаю. А так, на самом деле, за три квартала мы выявили только больше 10 случаев онкопатологии на ранней стадии. То есть первая, вторая стадия мы успели. Когда симптомов нет, ничего нет. Человек прооперировался и забыл. Можно вылечить. И забыл, да. Ведь, насколько я знаю, например, рак, достаточно, увы, распространенное заболевание сегодня. И, насколько я знаю, почему у нас в стране высокая смертность по раку, потому что люди как раз уже поздно обращаются, его лечат. Главное — своевременно обнаружить. На ранних стадиях. Да, на ранних стадиях. Вот в том числе диспансеризация. Она, безусловно, способствует тому, чтобы вовремя взяться за себя, избавиться от болезни, уже забыть про неё. И хотел бы добавить по поводу кала на скрытую кровь. То есть это единственный метод, наверное, для пациентов облегчённый, который не требует какой-то специальной подготовки. То есть метод диагностики очень высокоэффективный, выявляемость у него очень высокоэффективная, практически со стопроцентной точностью. И не требует, ещё раз повторюсь, никакой специальной подготовки, как и было это ранее. То есть там пища определённая, еда в определённое время, и тому подобное. К слову, вот о подготовке, о том, как вообще проходит диспансеризация. Хотелось бы чуть более подробно узнать. Я знаю, что несколько этапов есть. Вот расскажите, как день человека, который проходит диспансеризацию, каким он должен быть? Да, действительно, диспансеризация заключается в двух этапах. Первый этап для каждого пациента. Пациент при первичном приёме, при первичном походе в поликлинику, по месту жительства, в котором он прикреплён, обращается в кабинет медицинской профилактики, где с ним проводится анкетирование, то есть выявляются хронические китонинфекционные заболевания, факторы риска этого пациента. Опять же, согласно возрасту его назначается тот вид обследования, который ему положен для данного возраста. То есть ему выписываются бланки направлений на анализы. Если пациент приходит на тощак, то он в этот же день задаёт все анализы. На следующий день он приходит к врачу на приём, на осмотр и на получение результатов. То есть если у пациента не находится никакой патологии, не выявляется, да, острый какой-то, то пациент получает паспорт здоровья, какие-то рекомендации от врача и отправляется домой. Если у пациента выявляется какая-то патология, то пациента отправляют на второй этап. То есть во второй этап диспансеризации включены узкие специалисты. То есть это окулист, офтальмолог, хирург, коллапрактолог, уролог, гинеколог. На второй этап, когда пациента отправляют, то есть пациенту предоставляются все результаты пройденных обследований, и человек уходит. Человека записывают на определённое число, на определённое время, когда пациенту удобно пройти второй этап диспансеризации. После того, как пациент прошёл каких-то специалистов узких, он возвращается повторно в кабинет медицинской профилактики, повторно на приём к врачу-терапевту, где получает полное заключение, паспорт здоровья и дальнейшие рекомендации. В таком вот виде проходит диспансеризация. Полноценное, хорошее, качественное обследование. Я бы хотела дополнить по поводу окончания. То есть человек, когда завершает диспансеризацию, это не всё. То есть при выявлении каких-то хронических заболеваний, так как у нас налажено взаимодействие с нашей терапевтической службой и службой первичной медико-санитарной помощи, то есть человеку присваивает группа здоровья, ему об этом рассказывают, и его записывают для диспансерного наблюдения, к примеру, к определённому врачу. И он уже будет состоять на диспансерном учёте. То есть у нас пациент, человек, который прошёл всё обследование, он не брошен, то есть он не пошёл снова, то есть за ним наблюдает, ему предлагают, рассказывают. В том числе у нас разработана программа для пациентов со второй группой здоровья. То есть возвращаемся к той истории, что вот молодой человек, ну зачем мне идти, когда там только глюкоза, холестерина, вашего калоноскрутой крови нет. Мои дорогие, холестерин повышенный также не даёт симптомов. Но мы все знаем, что повышение холестерина – это первый и самый важный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. А у нас на первом месте люди умирают от чего? От сердечно-сосудистых заболеваний. То есть те же самые стенокардии, гипертоническая болезнь, то есть повышение давления, инфаркты, инсульты – это всё та история. Которые, кстати, молодеют очень сильно. То есть приходит молодой человек, очень стройного тела сожжения, а у него холестерин 9, и с этим нужно что-то бороться. Во-первых, мы рассказываем, что как, по диете, по физической активности. Во-вторых, у нас разработана даже программа специальная, «Здоровый образ жизни» называется. То есть там с вами работает массаж, туда включён работа психотерапевта, то есть с вами разговаривают, работают, определяют, что как дальше. Туда включена лечебная физкультура. То есть если у человека вторая группа с таким фактором риска, как ожирение, плюс гиперхолестериномия, пожалуйста, мы создали целую программу, чтобы вами заниматься. Люди записываются специально платно, чтобы ходить на зумбу, на массаж, и тогда мы всё это предлагаем, мы всё это сделали в рамках ОМС. То есть полис, вы пришли в поликлинику, всё, пожалуйста. Практически ничего-то больше и не нужно. Главное своевременно пройти диспансеризацию. К слову, о том, в какие сроки, какие годы в этом году попадают по диспансеризацию, мы сейчас поговорим. Давайте сейчас ненадолго прервёмся. Мы сделаем небольшую паузу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о диспансеризации. Александр, может быть, вы нам расскажете, в 2018 году в прохождении диспансеризации для населения были некоторые изменения. То есть группу анализов определенных, насколько мне известно, исключили. Какие именно и по какой причине это происходит? Потому что наверняка население возмущено и думает, что это чтобы как можно меньше услуг им оказать. Да, действительно, изменения произошли. Из диспансеризации убрали клинический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ малоорганов малого таза. Эти методы исследования не информативны для выявления какой-либо патологии. То есть они малоинформативны даже, наверное, чтобы что-то увидеть. Потому что, например, в клиническом анализе крови повышенный показатель такой, как СОИ, это скорость оседания эритроцитов, который говорит нам о том, что в организме есть какое-то воспаление. Человек может перенести вирусную инфекцию и отреагировать как-то на это. То есть СОИ будет повышено, то есть это не информативно. Также может быть какой-то лейкоцитоз в крови в клиническом анализе крови. То же самое, перенесшей вирусную инфекцию лейкоциты будут. То есть это будет вводить заблуждение и снизится выявляемость какая-то. По ОЗИ органов брюшной полости то же самое. То есть пациенту сделали, не секрет, наверное, что у каждого пятого пациента есть диффузные изменения поджелудочной железы. То есть это хронический панкреатит. То есть это образ жизни, это образ питания у сегодняшнего человека. Поэтому такие методы, они не информативны. С 2018 года, с января 2018 года, произошли изменения. То есть в диспансеризацию добавились, как уже было ранее сказано, кал на скрытую кровь и выявление онкопатологии шейки матки. То есть это жидкостная цитология, которая делается в онкодиспансере. И заключение получаем уже из онкодиспансера. То есть делаем выводы, какие-то просто анализы, они более усовершенствованы стали? Более усовершенствованы, более информативны нам, как врачам, для того, чтобы определиться, есть патология какая-то, угрожающая жизнь для пациента, либо нет этой патологии. То есть исключают определенную группу анализов только потому, чтобы сэкономить время и пациента, и специалисты, и гораздо более эффективный анализ сделать. Еще с 2018 года, с января, то есть ранее привычная нам диспансеризация год через три, она также и сохраняется. Но добавлена еще диспансеризация год через два. То есть диспансеризация более сокращена, но направлена конкретно на выявление онкопатологии. То есть пациенты, начиная с возраста 51 год, это женщины, могут пройти маммографию для выявления онкопатологии молочных желез. И каждые два года, то есть последующие. И все граждане в возрасте от 49 лет, это мужчины и женщины, они могут сдать вот тот самый наш шкал на скрытую кровь иммунохимическим методом для выявления онкопатологии кишечника, толстого и тонкого кишечника. Понимаю, что список достаточно широкий, но может быть как-то... Расскажите, какие годы попадают под диспансеризацию в этом году люди, каких годов рождения? Смотрите, получается, у нас диспансеризация идет с 1928 года рождения человек по 1991, и там считаете, каждые три года, то есть 28, 31, 34 и так далее до 91. Объем исследования немножко разный, но мы с вами понимаем, что он нацелен на то, чтобы выявить то, что чаще всего у данной возрастной категории. Дальше, маммография, которая раз в два года. Сейчас я подсмотрю, с 68 по 48, и считаете 68, 70, 72 и так далее. И кал на скрытую кровь, да, наш просто король всей этой диспансеризации. С 69 по 45. Естественно, маммографию могут пройти только женщины. Кал на скрытую кровь и мужчины, и женщины. Как все это проходить? Смотрите, есть несколько вариантов, как вам удобнее. Можно самому лично прийти, да, вас оформляют на нескольких адресах. Это и Сахалинская 58, и Калинина 78, и Борисенко 29. Пожалуйста, на выбор, что вам удобнее. Далее, можно зайти на сайт, да, где у нас общая электронная сейчас запись, да, по всему Приморскому краю, найти диспансеризация, первый этап, и записаться на ту дату, в то место, в то время, как вам удобно. Можно записаться по телефону. Телефоны мы оставим, да? Через зрители увидят на экране. Да, через зрители увидят на экране. Да, все, чтобы можно было записаться. То есть вариантов того, как это пройти, много. Еще раз напоминаю, суббота, выходной день, утром проснулись, не позавтракали, пришли, минимум времени, и все. И вы знаете, и вы знаете, что здоровы вы или не очень. Мне кажется, очень немаловажный вопрос, он касается работодателя и того, кто обязан пройти диспансеризацию, потому что многие используют такую отговорку, мол, меня не отпускают с работы, но по закону работодатель обязан отпустить, насколько мне известно. Да, работодатель всегда был обязан предоставить время для прохождения диспансеризации, а теперь эти изменения включены еще и в трудовой кодекс, где указано, что это не НГУ, что это не в счет отпуска, что это обыкновенный будет рабочий день, оплачиваемый, как любой другой, только единственное, что вы будете проходить диспансеризацию. Мы всегда выдаем документы, подтверждающие о том, что вы прошли диспансеризацию, заверенные, всем, чем необходимо, чтобы вы могли отчитаться. Поэтому, пожалуйста, спрашивайте у работодателя. Вы, наверное, просто не спрашивали, боитесь. Я же говорю, отговорка. То есть при себе иметь паспорт, полис и себя. И себя. И себя. Не забывать. Это главное. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня и подробно рассказали про то, как пройти диспансеризацию. Я очень надеюсь, что сегодняшняя программа поможет, поспособствует тому, чтобы как можно больше людей это сделали, ведь наше здоровье, как известно, в наших руках. Вам огромное спасибо за то, что вы делаете, за то, что делаете нас здоровыми. Спасибо, что нашли время сегодня к нам прийти. Спасибо вам. Спасибо вам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин